Бонжур! Всем привет! Мы сейчас гуляем с Димой и с Джорданом. И София на работе, поэтому мы гуляем втроем. И мы зашли в очень красивый, милый райончик, где очень, вернее, это улочка, где много кафешек и маленьких магазинчиков. Прям вот таких французских. Да, она не забита туристами и вообще-то похоже на очень местное. Да, прикольно. В общем, гуляем. Смотрите, какое мороженое я взял. Даже не Катя, а я взял. Внутри йогурт, а справа что-то вроде малины. Я так и не понял, если честно. А это, кстати, очень хорошая мороженая лавка. Одна из лучших в Париже. И недорого. Относительно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы уже где-то два часа ходим по Париже. И ходим по таким милым местам. Так красиво. По таким парижским местам, по которым мы бы, наверное, сами не пошли с Димой. Мы бы не нашли просто. Да, наш Джордан завёл в местные места, не туристические. Реально клёво. Да. Мы ещё пьём кофе. И вообще погода шикарная, настроение прекрасное. И город вообще чудесный. Не понимаю людей, которые не любят Париж. Париж очень классный город. Он очень уютный, очень милый. Просто нужно знать, где гулять. Если ходить только к Айфелевой башне и Елисейские поля, то это не самые лучшие места в Париже, честное слово. Самые лучшие места это здесь, в таких маленьких улочках. И, естественно, в нашу коллекцию мы купили новый значок. Дима, остановись. Смотрите. Франция. Всё. Пошли. Смотрите, а вот это, это самый старый дом в Париже. Да, он очень прикольный, кстати. Очень интересно выглядит. Так. Необычно даже для Парижа. Необычно для Парижа. Ах нет. Его healing durant. Бенецкий способereм ребенка, 累ущее. semi Tokyo油 милла. который позволяет 주세요 эллимпроводнет. сос можете помочь Keeф-казадом. Ах нет. Это, наверное, аккредит повер. Мы долго-долго гуляли, и теперь мы уже дома, и мы не могли сегодня не зайти в Зару. При том, что нужно было Джордану зайти в Зару, он менял штаны, и мы зашли, и мы кое-что купили. Здесь, кстати, очень большая классная Зара. Я первый раз такую вижу, даже в Барселане такую не видела классную Зару. Так, я себе купила джинсы, но я купила их, потому что вот они вот так вот заканчиваются. Мне очень это понравилось. Я еще в Швеции у девочек увидела, там такое любят носить, и я решила, что мне тоже такие надо. Вот я нашла именно такие в Заре, кстати, там большой выбор. Такие вот джинсы, которые ни одна бабушка не поймет. Скажет, порванные, Дотя, что ты купила? Также мы зашли в Гэп, и Дима купил себе по скидке, там была скидка на 130%, и Дима купил себе розовую кофточку. Такой джинпер. Он абсолютно обычный, только необычное здесь только то, что здесь уже завернуты рукава, их нельзя развернуть. Вот, и такая вот приятная ткань, и розовый цвет. Мы снова выбрались из дома, и сейчас мы идем в бар смотреть футбол. Дима, твоя тема, рассказывай. Да, сегодня играет в Барселону Ювентус, и хоть это не французские команды, но Джордана позвали друзья посмотреть футбол, и он, естественно, позвал нас, поэтому мы идем смотреть футбол, все вместе. Там еще будет три друга Джордана. Один из Португалии и два француза. По-моему. Или один француз со своей девушкой, в общем, я не знаю, сейчас посмотрим. Один из Португалии, да. Мы уже вышли с бара. Ой, наш автобус. Это наш автобус, София? Нет, еще бы это был, но что-то мы с вами бежали. Ага, ага. В общем, мы уже вышли с бара. Бар, честно говоря, такой себе. Дорого и... Он нормальный, там очень сфера хорошая, там, ну, прикольно, но фишка в том, точнее, не фишка, а минус в том, что он ужасно дорогой. И ладно бы, он был бы вкусный, и эта цена бы стоила своих... Ну, деньги, если бы цена бы стоила своих денег, но... Нет, да, цена бы стоила своих денег. Да, но это не так. Там очень дорого. Я бы не сказал бы, что невкусно, но это, ну, это реально, это не да, не стоит своих денег. Они готовили, как попало, обсуживали, как попало. И не убирали салфетки. Не убирали салфетки и принесли какие-то грязные стаканы. Да, у Софии был липкий бокал. Ну, в общем, они не парились по поводу качества. Как сделали, так и сделали, всё. Да, вообще, там приезжали, конечно, дороговато кушать где-то в ресторанах. В принципе, в Стокгольме, ну, да. Но, как говорится, есть хорошие. В Стокгольме, когда мы бурит, эта дорога будет. Есть и хорошие места, просто... Просто их нужно искать. Да, их нужно искать. А ещё все переходят на красный слин. Вообще не парят никого, что нужно на зелёный переходить. Да, и Катя по этому поводу нервничает. Я очень нервничаю, я на самом деле очень боюсь переходить. Через дороги, и особенно на красный. А мы сейчас играем в такую игру, Софией. Мы считаем, сколько кебабов по дороге домой. По дороге? Да, уже семь, Джордан. Семь! Нет, семь. Ты правильно сказал. Семь хибабов. Очень Джордан немножечко на русском разговаривает и хвастает сверху. Я сказал семь. Всем понятно теперь. Семь. Он сказал семь. Слушал, семь. Да, в общем, представляете, мы идём минут 15, наверное, уже. И по дороге встретили семь бабок кебабов. И это мы ещё не дошли до дома. А там ещё возле дома два, София говорила. Как минимум два. То есть мы точно знаем, что там два, но ещё по дороге могут что-то быть. Да. В общем, в Европе кебабы очень популярны. Это национальная еда. Да, хотя почему-то у нас не называются... Национальная еда Европы. Хотя почему-то они у нас называются шаурма. Шаурма. Да. Ну, а кебаб это всё, это и шаурма, и всё-всё-всё. А у нас только шаурма. Да. До нас кебаб не дошёл. Да. В общем, мы... Опа. В общем, мы будем с вами прощаться, потому что сзади едет полиция, и нам нужно бежать. Да. На самом деле, мы уже сейчас подходим. Нет. Ну, скоро мы уже придём домой. И будем отдыхать. Так что, всем пока. Всем до завтра. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok